Свет, что он тебе наплёл? Левчук не тот, за кого он себя выдаёт. А ты? Что я? Ты тот, кем я считала тебя все эти годы. Пойдём, я всё по дороге тебе. Не-не-не-не. Я хочу узнать сейчас. Это правда? Что правда? Что он тебе наврал? Ты проиграл меня в покер? Что? Какой бред. Как? Ты же знаешь, что я не умею играть в карты. Да я бы даже подумать о таком не мог. Ну, я люблю тебя больше жизни. Ты его знаешь всего несколько дней. Меня три года. Кому ты доверяешь? Кому? Я скучал. Арчи, что не так? Арчи! Искал тебя, рисковал жизнью, использовал все свои связи и, наконец, ты дома. Я рад, любимая. А ты слышала, что он за нами с собаками гнался? С собакой. Что? Там был только Арчи. Да какая разница? Арчи, шмарчи. Лёш, давай поговорим. Давай. Расскажи мне, что произошло между тобой и Вадимом. И, пожалуйста, только правду. Привет, пап. Такое придумали, такое. Поведем тете Света грибы собирать. Эй, это я хотела сказать. Да чего ты? Это же я придумала. Ладно, ну тете Свете скажу я. Так, не ссорьтесь. Тетя Света уехала. Это как? Ну, так получилось. А мы... Она даже пока не сказала. Не сказала, значит, вернется. Я думаю, тетя Света не вернется. Ну, ничего. Будем жить, как и раньше. Правда? Хорошо, а что дальше? Дальше? Он какого-то хрена кинулся спасать не товар, а собаку. Получил ожоги и почему-то обвинил во всем меня. Почему тебя? Ну, если все так просто. Он проиграл, по его вине подожгли. А потому что все не так просто. Левчук просил у меня в долг 300 тысяч долларов, чтобы рассчитаться с теми людьми, которым он проигрался. Но я ему не дал. Мне надоело постоянно его покрывать. То есть, он думает, что если бы ты ему одолжил, то ничего бы не было. Вот. Наконец-то, любимая, ты начала понимать, что произошло на самом деле. Но это странно обвинять во всем меня. И поэтому он тебя избил? Он тебе об этом рассказал? Ну, хоть в чем-то не соврал. Молодец. Да, он меня избил. Я снял побои и написал на него заявление. Но он же был твоим другом. Другом? Этот друг избил меня так, что я из больницы не выходил и выползал. Об этом он мне не рассказал. Нет? Не рассказывал? Как и, наверное, не рассказал о том, что во время того, как он сидел в СИЗУ, я помогал его семье, помогал его детям, что его жена серьезно заболела. На лекарства надо было 10 тысяч долларов каждый день. И я давал. Ты помогал? Не рассказал? Но это в его стиле. Я все равно не понимаю. Свет, а его не надо понимать. Он ненормальный. Он от таких, как он, надо держаться подальше. Ты маскарад помнишь? На этом маскараде он как-то вычислил меня, нашел и попытался опять избить. У меня даже фотография есть. Вот. То есть, ты нашел фотографа, распечатал фотографию. Леш, ты серьезно подготовился? А почему ты не спешил меня освобождать из плена? Это в каком смысле я не спешил освобождать тебя? Ну, в том смысле, что я была там несколько дней. Свет, так а откуда я знаю, где сейчас живет Левчук? Где его дом? Где он тебя держит? Я же должен был все вычислить, а потом найти подходящий момент. А откуда ты узнал код на калитке? Господи, да я перебрал все возможные, а оказался, дата рождения его ребенка. Машина, почему ты приехал на чужой? Где твоя? Я приехал на машине Стаса. Свою я продал. Да я готов был почку свою продать, только бы собрать деньги, которые он требовал за тебя. Но однако же ты меня не выкупил, а украл. Господи, что с тобой не так? Ну, ты же дома, все нормально, ну, что? Может, я не знаю, тебя назад отвезти? Могу такси вызвать. Что с нами? Я не хочу так. Све. Ну, прости. Любимая, посмотри на меня. Пожалуйста, верь только мне. Ладно? Мне нужно цветы выкинуть. Я все убеждал себя, новый город, новая жизнь, прошлое останется в прошлом. А прошлое в прошлом оставаться не захотело, как я понимаю, да? Да, вы таких историй, наверное, как детектив, уже наслушались миллион. Нет. Вы ошибаетесь, знаете, как раз такую историю, как ваша, я слышу впервые. Ну, в общем, я опять сделал это в Аверина. Я не планировал, случайно. Я, черт, я понял, что куда бы я не сбегал, прошлое все равно преследует меня. Я не могу это забыть, ну, никак. Я решил отомстить и думал, что мне станет легче. А легче не становится. Да, в том-то и дело. Но я не отомстил, и я уже этого не хочу. Тогда не понимаю, зачем вы вызвали меня. Тем более, так срочно. Вы мне нужны, чтобы убедиться, что Светлане ничего не угрожает. Это в каком смысле? Во всех смыслах. Соберите как можно больше информации о них обоих. Сообщайте мне о каждом их шаге. И если это правда, и он собирается действительно вывести деньги из ее фирмы, я должен знать, каким образом он собирается это сделать. А главное, мне нужны доказательства, чтобы она вам поверила. Здрасте. Валентина, вы что-то хотели? Скоро обед. На вашего гостя накрывать? Нет, спасибо, не нужно. Я не буду обедать. Я сразу поеду. Ну, надеюсь, мы поняли друг друга. Более чем. Свет, ну что ты все сама? Давай вызовем клининговую службу, и все будет в ажуре. Мне не нужно в ажуре. Я хочу, чтобы было чисто. Моя ты неугомонная. Поехали обедать. Я стол забронировал. Нет, я хочу побыть дома, Леша. Пожалуйста, я тебя очень прошу, не надо от меня отстраняться, так как тогда, после выкидыша. Ты прости, что я напоминаю, но ты тогда точно так же закрылась от меня. По сто раз на дню посуду мыла, протирала все, а меня не замечала. Ты сейчас что хочешь делай, хочешь кричи, хочешь посуду убей, и только, пожалуйста, не закрывайся от меня, ладно? Ладно, поехали. В какой ресторан? В самый лучший. А это, что у тебя на руке? Браслет какой-то? Леш. Зря выглядываешь ее. Отстань. Папа с самого начала говорил, что тетя Света у нас не надо уже. Я бы тоже хотела, чтобы она вернулась, но... Да мне все равно, вернется она или нет. Ну, ушла родственница. По крайней мере, хозяин так говорит. А как он это говорит? Расстроился или наоборот? Расстроился? Не то слово. Здесь все в трауре. Оксана с утра рыдает. Андрюша держится, но тоже грустит. А Вадим? Вадим что? Ну, к Вадиму какой-то мужик приходил странный. Долго говорили. Стоп, стоп. Какой мужик? О чем говорили? Ну, откуда я знаю? Мельком видела. Ну, все хорошо, Лара. Так, как ты хотела. Только детей жалко. А меня вам не жалко? Меня вообще-то с работы уволили. Может, Вадим позвонит, передумает? Я была бы очень рада. Я так и за всеми соскучилась. За детьми, за Вадимом. Тетя Валь, больше всего скучаю по вам. Вы же знаете, что вы мне как мама. О, господи, деточка, была бы моя воля, я все бы сделала, чтобы тебя вернуть в этот дом. А я знаю. Что знаешь? я знаю, что вы можете сделать. Как я рад. Вот правду говорят, что все понимаешь, как только потеряешь. И что, ты понял? я понял, что всегда хочу быть рядом с тобой. А ты? Да, я, наверное, тоже. Я сделаю вид, что не услышишь. Светлана, вам уже лучше? Аркадий рассказал о вас. Нам жаль. Искренне жаль. А вы ходите, да, уже? Мы приехали пообедать. И у меня предложение. Давайте, может, вернетесь и выпьем вместе кофе? Извините, у нас нет времени. Если наша договоренность в силе, позвоните, мы назначим встречу. Да, конечно, мы как раз это обсуждали, правда, любимая? У наших юристов все готово. Мы можем хоть завтра. Нет, нет. Завтра у нашего сына день рождения. Давайте в пятницу. Договорились. Светлана, я рад, что вам лучше. Держитесь. Вы еще молодые, у вас все впереди. Все будет хорошо. Пятница. Отлично. Почему они себя так вели? Как? Ну, так. они смотрели на меня, разговаривали, как... Что ты им сказал? Да, это уже не важно. Свет, я же должен был что-то наврать, почему мы до сих пор не заключили эту сделку. И? Как ты это объяснил? Слушай, сейчас это правда не важно. Главное, что в пятницу мы все подпишем и... Леша, что ты им сказал про меня? Я сказал, что у тебя выкидываешь снова. Леша, как ты мог об этом врать? А что я, по-твоему, должен был сказать? Правду? Сказать, что тебя похитили, что просят выкуп, что? Да я не знаю, что угодно, но не врать им про ребенка. Свет, подожди. Не трогай меня. Не трогай меня. О, Наташа, привет. Привет, Илья. Ушла в декрет, ты чуть ли не каждый день в офис бегаешь. Динамический стереотип, сила. Я к Алексею Александровичу пришла, он второй день на звонки не отвечает. Да, я бы давно не была в офисе. И дома тоже. Переживаю, все ли в порядке. Странно. Света исчезла, теперь пропал Алексей. Что-то здесь не так. Может, и вправду в полицию? Не думаю, что стоит. Наверное, они просто уехали куда-то вдвоем. Не знаю. Слушай, извини, я, наверное, пойду домой, ладно? Ладно, ладно, пока. Наташа. Наташа? Папа, ты Арчи не видел? Нет, а что? Мы с Андрюшей решили пойти в лес, а с Арчи веселее. Тем более, он всегда находит дорогу домой. Сами в лес? Ну, не сами, а с Арчи. Это же не в воду. Конечно, только этого не хватало. А меня взять с собой не хотите? А ты что, пойдешь? С удовольствием. Но Арчи надо найти. Пойдем. Все хорошо, привезли. Ой. А без этого никак нельзя. Тетя Валь, перестаньте, никто об этом не узнает. Осторожнее. Сколько вы ему снотворного дали? Долго будет спать? Напихала в колбасу десять таблеток, как ты сказала. А это немного, он проснется. Он проснется, конечно, дышит, дышит. Значит, все будет хорошо. Тетя Валь, не волнуйтесь, осторожней там. Все, спасибо. Слышь, я осторожней. Арчи, ко мне! Ко мне! Арчи! Арчи! Ты где? Где же он, папа? Набегается, вернется. А грибы? Ну, что дело, пойдем без него. Так, мне надо ответить. Принесите корзинку, она там у закрылся. Да, я слушаю. Аверин с женой приехали в ресторан. Это все? Нет. Здесь случилось самое интересное. Они разругались на входе, и каждый пошел в свою сторону. За каким из объектов мне продолжать наблюдение? За Светой. Следите за ней и держите меня в курсе. А я скоро приеду. Это не обязательно, она просто идет по улице, и все. Скиньте геолокацию, я скоро буду. кто звонил, па? Это по работе. Так, мне нужно уехать по делам, а вы возвращайтесь домой и побудете с Валентиной. Ну ты же обещал. Ну я понимаю, да, ну дела есть дела. Почему нас все бросают? Ну что ты, я вас никогда не брошу. Тетя Света, Арчи, теперь ты. Я вернусь, обязательно, и Арчи тоже. А тетя Света вернется? Я не знаю. Пойдем. Света! Илья, как я рада тебя слышать. У тебя что-то срочное? Я хотела тебе кое-что сказать, только, пожалуйста, это между нами, ладно? Прости, перезвоню позже. Все, пока. А, да. Потерпи еще чуть-чуть, мы почти приехали. Ум. Потерпи еще чуть-чуть. 재�ав�� leh It's Jason. Потерпи еще чуть-чуть, Потерпи еще чуть-чуть, алексей добрый вечер я так понимаю дела не очень шутки закончились гони баб я верну все через пару дней обещаю суши мне твои обещания по боку 53 штуки либо я исполню свои обещания я все верну чест неправильный ответ ладно смотри через пару дней деньги упадут на счет фарм компании я сразу же переведу тебе 60 штук 70 ты гонишь хорошо если вдруг ты решишь меня обмануть следующий мой разговор будет с твоей же уроды признаться вы меня очень испугали когда так внезапно исчезли еще и в вашем платье простите бог с ним с платьем с вами то что приключилось муж приезжал ваш и вид у него был мягко говоря перепуганный пуганный я даже не знаю с чего начать просто за эту неделю столько всего случилось я понимаю это не мое дело нет нет на самом деле на самом деле мне даже рассказать не странно да что именно ну столько лет живешь столько людей вокруг а когда тебе больно то рядом никого и не оказывается на балу я встретила одного мужчину на муж поговорить я приготовлю кофе уходи я не хочу тебя видеть просто вышли мне не трогай меня конечно я же всем не рассказал я знаю правду это уверен что это правда что ты от меня хочешь опять похитишь увезешь силы чтобы что нет и не собирайся похищать да хорошо тогда что ты здесь делаешь я пришел предупредить тебя алексей собирается ограбить твою компанию я не знаю как это он сделает но я найду доказательства и предоставлю их тебе я могу поверить во все что угодно но лёша не станет у меня красть просто не принимай никаких решений я не прощу себя если он тебя обидит серьезно то ты меня похищаешь теперь оберегаешь ты все прекрасно понимаешь ничего я не понимаю и не хочу ничего понимать просто дай мне жить своей жизнью конечно но сначала должен быть убежден что этой твоей жизни ничто не угрожает пожалуйста оставь меня в покое я хочу чтобы ты была счастлива и неважно со мной или без меня я уже счастлива я люблю своего мужа и хочу быть только с ним и мне ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну что, все в порядке? Мы продолжаем следить или снимаем наблюдения? Все это больше не трогай. Ведя уверенность, сообщай мне о каждом его шаге. Как скажешь. Что там, доктор? Как Наташа? Все в порядке, раскрытия нет. УЗИ, КТГ в норме. То есть она не рожает? Это не схватки? Нет. Тем не менее, мы на всякий случай решили вашу жену оставить у нас до утра. Нет, нет, нет. Я не муж. Мы коллеги. Как скажете. Ну пусть ночью она проведет у нас, а утром домой. Хорошо. Пойдемте, я покажу вашу палату. Отдохнете. Отличетесь от тревожных мыслей. Наташа. Я пойду подготовлю палату. Спасибо. Врач сказал, что с ребенком все хорошо, а ты сама как? Нормально. Сама не знаю, что это было. Ну, за тобой завтра заехать? С чего это вдруг? За мной есть кому заезжать. А, я и не сомневаюсь. Просто... Спасибо большое за помощь, но у моего ребенка есть отец, и он нас завтра заберет. Спасибо, Илья. Угу. Да что б тебя. Да. Алло. Наконец-то. Леш, ты где? С тобой все хорошо? Я в порядке. Слушай, Света вернулась, поэтому давай пока не звони, пока все не наладится. Хорошо? Подожди. Леш, я в клинике, мне очень плохо, был какой-то странный приступ. Мне очень нужно, чтобы ты сейчас был здесь. Так, я не могу сейчас говорить, потом. Ты заберешь нас завтра отсюда? Я сброшу адрес. Любимая, ты уже вернулась? А я звоню тебе, переживаю, ты не отвечаешь. Все в порядке? Да, мне нужно было пройтись. Давай помогу тебе. Не надо, я сама. У меня, если что, ужин готов. Спасибо, я не голодна. Понял. Света, я хотел извиниться. Мне действительно не следовало говорить Боголепову про выкидыш, но сама посуди, я не мог сказать ему правду, понимаешь? Нет, Леш, не понимаю. Ты всем врал. Боголепову про выкидыш, Илье, про какие-то горы. А что этот ботан тебя наплел? Я тебя не понимаю. Вообще. Я думала, что я тебя знаю, что я тебя чувствую, а оказывается, господи, если бы ты попал в такую ситуацию, я бы нашла тебя, я бы отдала все до копейки, я бы землю рыла, но я бы не позволила непонятно кому держать тебя в плену. Но я же тебе уже объяснил, на что я был готов пойти, только чтобы вытащить тебя оттуда. Готов был пойти, но не пошел. Чувствуешь разницу? Да ты с ума сошла? Если бы я не хотел тебя вытаскивать, я бы не вытаскивал. Да ты даже в полицию не заявил. Я ходил в полицию, знаешь, что они мне сказали? Они мне сказали, что ты там добровольно, но никак не в плену. И они сказали правду, да? Свет, говори. Да. Полиция сказала правду. Отлично. Я не хотела, чтобы дети Вадима все это видели. Значит, ты там находилась добровольно, и после этого ты предъявляешь мне претензии. Класс. Но это нормально. Это нормально. Мы же оба знаем, что Вадим, он профессиональный игрок в покер. И он очень легко может запудрить мозги. И ты, глупышка моя, повелась. Но он же тебя не трогал. Леш. Света. Ты спала с этим уродом? И он не урод. Значит, да. Папа, Арчи не вернулся. Папа, мы все обыскали, его нигде нет. Он никогда не пропадал на целый день. Что-то случилось, что-то плохое. Пойду в лес искать. Мы с тобой. Нет, нет, уже поздно, сидите дома. И вам не надо на ночь глядя. Давайте лучше Ларочке позвоним. А она здесь при чем? Не при чем. Просто у Арчи ошейник с этим, как он называется, жетон. Адресник. Точно, адресник. Помните, мы номер телефона Ларочке писали. Да, пап, точно. Лара, когда этот адресник заказывала, свой номер телефона продиктовала. А чем это поможет? Если найдут Арчи, будут звонить по этому номеру. А, так звони, папа, сейчас, прям звони. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Опа. Начинайте. Иди посреди, делай так, чтобы это лохмотать чудовище не было слышно. Арчи, Арчи, Арчи. Заскнись. Да, здравствуйте, Вадим Николаевич. Добрый, Лариса, я по делу. У нас Арчи пропал. Вам никто не звонил? Нет. Боже, какой ужас. Как пропал? Когда? Сегодня. Так вам звонили или нет? Нет. Заткни, слой парь. Заткни парь, творили. Я сам не заткну. Если вам позвонят, сообщите мне, пожалуйста. Да, да, конечно, обязательно. Если кто-то позвонит, я обязательно сообщу. Всего доброго, Вадим Николаевич. Ты совсем идиот? Я сказал, заклой рот свой! Доброе утро. Доброе утро. Ты прости за вчерашнее. Я был неправ. Я на самом деле так не считаю. Свет, может, поедем куда-нибудь? Нам надо развеяться и постараться просто не думать об этом. Ну, а если не получается, не думайте. У меня тоже не получается. Вадим точно что-то задумал. А если он, не дай бог, подожжет наш дом? Давай уедем куда-нибудь ненадолго. Я не хочу. Ладно. Наймем охрану и я что-то обязательно придумаю. Ведь главное, что мы с тобой вместе. Леш, прости, но... Я очень хочу тебе поверить. Но все равно не могу. Тебе нужны доказательства? Нет, дело не в доказательствах. А в чем? Я не знаю. Не знаю. Я не хотел тебе это показывать. Ну вот, смотри. Что это? Это статья о том пожаре. Если не веришь мне, может быть, поверишь в расследование журналистов. Так, пожар на складе фирмы Левчук Аверин. Пожарные утверждают, что склад металлоконструкции облели бензином и подожгли. Вадим Левчук избил своего партнера. Год в СИЗО. Но здесь не написано, кто виноват в пожаре. Свет, ты такая наивка. Ну неужели ты думаешь, что журналист из маленького городка смог бы назвать вещи своими именами? Ну а почему нет? Давай ты сама задашь все эти вопросы журналисту. А-а-а. А ты и журналиста уже нашел? Нет, я не нашел журналиста. Но если надо, я могу его найти. Не хочешь, как хочешь. Проехал. Леш, я хочу. Достань контакты человека, который все это написал. Я хочу с ним встретиться. Без проблем. Так что раз в два дня на контрольное КТГ, ну а дальше видно будет. Ну, домой мне точно можно? Точно. Только постарайтесь избегать нагрузок, как физических, так и эмоциональных. Мне вызвать такси, или за вами кто-то приедет? Нет, спасибо, не нужно. С нами приедет папа. Вот и прекрасно. На связи и берегите себя. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Не думала, что все произойдет так быстро. Нам повезло. Раньше журналист жил в другом городе, а теперь переехал в наш. Слушай, ты иди, я тебя здесь подожду. А, в смысле здесь? Ты не пойдешь со мной? Нет. А что я там нового услышу? Ты иди, я не хочу тебя смущать. Задавай все интересующие тебя вопросы. Уверен? Я тебя жду здесь. Привет. Пойдем. Давай, давай, будь хорошей. Пойдем. Алло, Илья. Твое предложение забрать меня еще в силе? Смотрите, это протокол допроса Левчука. Он полиции так и сказал, что проиграл 300 тысяч, а отдать не смог. Я так понимаю, что он нормально так зависим от этого покера. И это был его не первый прогресс. У него был партнер. Аверин. Вот он постоянно гасил все его долги. Но в этот раз, видимо, не захотел. А Аверин? Алексей? Он? Ну, может быть, вы находили информацию? Он когда-нибудь играл в покер? Ну, конечно, конечно, я его тогда пробивал. Вы знаете, Аверин, он кристально чист. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как он мог взять в партнера такого мудака, как Левчук. Левчуке всегда ходила очень плохая слава по городу. Ну, хорошо, а почему вы не написали это прямым текстом? Я читала ваши статьи, они, как бы сказать, абстрактные. Спасибо, что мне вообще дали это написать хотя бы так. Так, я могу подистрать? Да, конечно, листайте, там много документов. Вы поймите, что Левчук угрожал и мне, и редактору газеты. Гордок у нас маленький, газета районная, тираж небольшой. Куда? Нет, ну вот куда? Куда нам тягаться с этими бандюками? Но сейчас же вы мне говорите правду. Я вам говорю, это тет-а-тет, все между нами. Вы знаете, я бы не стал теперь это писать, даже спустя пять лет, потому что правда-правда, а жизнь, знаете, дороже. И вот этот мужчина, оказывается, нашел нашего Арчи в лесу. Увидел мой номер и сразу же позвонил мне. Адресник пригодился, видите, дети? Да, я сразу же поспешила на встречу, чтобы забрать Арчи. Видели бы вы, как он не обрадовался. И даже не рычал на тебя? Представляете, нет. Спасибо, Лара. Арчи очень важен для нас. Я знаю, поэтому и поспешила вас обрадовать. Вадим Николаевич, мы в прошлый раз как-то так расстались, очень странно, и ничего не успели обсудить. Я бы все-таки хотела бы объясниться. Не надо. Не при детях. Я как раз о них и хочу поговорить. Дети, Андрюш, Оксанка. Я так по вам соскучилась, по нашим занятиям, по играм и даже по нашим ссорам. Моя ты умничка, выучила. Мои другие глаголы выучили. Я очень рада. Я вами горжусь, правда. Вы большие молодцы. Мне очень приятно. Но, к сожалению, мы не сможем продолжить. Спасибо, Лара. Вам, наверное, уже пора. Да. То есть, я никуда не спешу. А вы нашли уже гувернантку? Пока еще нет. Вадим Николаевич, я все понимаю, но к ситуации с Костей я не имею никакого отношения. Я учена за вас. Но это ничего не меняет. А может, Ларочка временно присмотрит за детьми, пока никого не нашли? Я с огромным удовольствием. Дети, как вам такая идея? Нормально. Пусть лучше будет она, чем вообще никого. Вот видите, дети тоже не против. Вадим Николаевич, пожалуйста. Ладно. Наташа, что случилось? Я по телефону так и не понял. Ничего. Пожалуйста, отвези меня домой. Как все прошло? Журналист мне все рассказал. И? Прости, что я сразу тебе не поверила. Это не дома какие-то палочки из-за горлючки. Я не хочу больше рисовать. Мне тоже надоело. Угу, надоело им. Нужно продолжать, пока не получится. Если так все легко бросать, ничего в жизни не добьетесь. Папа, а можете считать, что у вас небольшая перемена? Ура! Только недолго. Арчи! Так дети, собаку не трогать! У вас замечательные дети. Андрюша становится похожим на вас. На следующие занятия оденьте поприличнее. Дети, перемена окончена. Ну блин. Показывайте, что вы тут рисуете. Я хотела нарисовать дом, но у меня не получилось. Ты что, это так здорово получилось, молодец. Андрюша, что у тебя? Я хотела нарисовать тетю Свету. Но в жизни она намного красивее. Я хочу подать суд на некого Вадима Левчука. Он похитил меня и силой удерживал в своем доме. Уточнение. Светлана уже успела сказать полиции о том, что находилась там по собственной воле. Да, потому что я не хотела пугать его детей. Ты знаешь, это очень благородно с твоей стороны. Только на выяснение всех обстоятельств могут уйти месяцы, а то и годы. И ты будешь тратить свои деньги, свои нервы, свое время. А мне плевать, представляешь? Я хочу, чтобы он за все ответил. Он манипулировал мной с помощью собственных детей, промывал мне мозги, и ты сам знаешь, что он о тебе наговорил. Простите, но для полноценной консультации мне нужны не эмоции, а факты. Что вы вообще знаете про этого человека? Да, конечно. Извините. Итак, он сидел в СИЗО за избиение моего мужа. Пять лет назад. Это полезно. Доказывает факт личной неприязни к вашему мужу и склонность к агрессии. Как прошло само похищение? Свидетели были? Боюсь, что нет. Это произошло возле салона вечерних нарядов. Меня схватили какие-то громилы и отвезли к нему. Но я видела его накануне, на маскараде. И думаю, что он уже тогда за нами следил. Вы тоже видели его там? Да, он еще попытался меня ударить. Свидетели есть? Не знаю. Но есть же фото, на котором Вадим Левчук пытается тебя ударить. Точно. Отлично. Но все равно нужны будут показания свидетелей. Фотографа, возможно, кого-то из гостей. А давайте. Давайте допросим Боголепова или кого-нибудь из ВИП гостей. Или его жену, детей, собаку. Давайте всех в это втянем. Слушай, с тобой или без тебя, но я это сделаю. Нет уж. Со мной. Давайте поиски фотографа, который был на маскараде. Я возьму на себя. Скажите, как быстро мы можем дать ход этому делу? Посмотрим. Возможно, справимся за несколько дней. Светлана, а теперь расскажите, как он обращался с вами в плену. Мне нужны подробности. Я хочу, чтобы ты была счастлива. И не важно, со мной или без меня. Я уже счастлива. Я люблю своего мужа. И хочу быть только с ним. Я хочу в Макдон. Я тоже. Нет, мама ждет нас с обедом. Пожалуйста, друг. Помоги мне, я тебя прошу в последний раз. Слушай, ну соврой ради тебя. Следаки еще кого-нибудь допросят. И тогда все вылезет. И твой покер, и как ты жену в карты проиграл. И все остальное. Мне нужно как-то выиграть время до этой сделки. Ну не знаю. Ты лучше отстегни этому фотографу. Он за бабки все что угодно скажет. А самое надежное, отговори Свету писать заяву. Это бесполезно, я пытался. Она вернулась, другая, совсем меня не слушает. Знаешь, почему я с тобой тусить начал? Покер. С тобой всегда легко было баб снимать. Ты четко знал, что им сказать нужно. Причем всегда. Ну так и прояви талант. Талант. Здесь очень большой выбор десертов. Надеешься, что сладкое меня успокоит, и я передумаю писать заявление? Нет, я конечно понимаю, что сладким здесь не поможешь. Я ведь когда-то тоже писал на него заявление. Да, Леша, наверное, сделал это сразу. Знаешь, что меня больше всего раздражает в этой ситуации? То, что теперь он влияет не только на мою жизнь, но и на твою тоже. Ведь я когда-то из-за него уже потерял свой бизнес. Самое страшное, что он может повлиять на наше будущее. И на будущее наших с тобой детей. Леша, пожалуйста. Извини. Свет, но неужели ты не хочешь, чтобы твой антибиотик продавался в Европе? Ну что за вопросы? Конечно, хочу. Отлично. Значит, сделаем так. Я позвоню Боголепову. Мы подпишем договор и потом пойдем не в ресторан, а в полицию. Мы же с тобой семья. И все важные решения мы должны принимать вместе. Я не могу. Я не смогу спокойно жить, пока он за все не ответит. Родная, а неужели ты думаешь, что я все откладываю в долгий ящик? Я уже созвонился с фотографом. Он готов дать показания и все подтвердить. Я пойду с тобой до конца. Пройдем вместе все суды, все скандалы. Я обещаю, я буду рядом. Хорошо. Хорошо, но... Тогда завтра пораньше поедем в офис. Я хочу еще раз пересмотреть все документы перед сделкой с Боголеповым. Класс. Я звоню Илье, юристам, пускай все подготовят для подписания. Видимо, звонят из какого-то банка и хотят предложить выгодный кредит для бизнеса. Но они ведь не знают, что нас уже ждут 5 миллионов евро. Субтитры создавал DimaTorzok Алло, Илья, привет. Привет, как ты? К декрету привыкла или все еще в офис тянет? Еще тянет. А у вас там как дела? Все на месте? На удивление все. И Светлана, и Алексей. А, ну это хорошо. Значит, можно больше не волноваться. Надеюсь. Кажется, мы готовы подписать договор с Боголеповым. А, ну это здорово. Знаешь, что тебя не хватает? А новую ассистентку даже еще не начали искать. Чувствую себя незаменимой. Так оно и есть. Хорошего вечера. Спасибо, Илья, тебе тоже. Ясно. Значит, он с ней. Здесь нет последней версии патента на антибиотику. Вы уверены? Мы собрали все копии, заканчивая 18-м годом. Да, но в 19-м году была обновленная версия. Да, точно. Теперь я вспомнил. Простите, я сейчас все перепроверю и найду. Хорошо. Как мне повезло с женой? Такая красивая и такая умная. Леша. Ты прям сейчас светишься. А давай сегодня уйдем пораньше и устроим романтический ужин. Может, не ужин, а сразу же... Наташа, привет! А ты зачем приехала? Все в порядке? Да, все в порядке. Извини, мне нужно со Светланой Викторовной поговорить. Погоди. Погоди. Наташа, пойдем. Пойдем, пойдем. Чай хочешь? Нет, спасибо. А может быть... Наташа! Наташа, мне нужно с тобой поговорить. Да, мне тоже. Можно где-нибудь наедине? Мне кажется, я знаю, в чем дело. Ты боишься, что после декрета лишишься работы. Пожалуйста, не переживай. Твое место останется за тобой. И более того, я хочу, чтобы ты приняла небольшую помощь от компании. Я очень рада, что ты в нашей команде. И правда, если тебе что-нибудь будет нужно, ты только скажи. Спасибо, не нужно, а у меня есть деньги. Это для малыша. Пожалуйста. Я абсолютно искренне. Спасибо, Светлана Викторовна. Наташа, хорошо, что ты пришла. Нам как раз нужна твоя помощь. Сейчас? Да, я тебе объясню, что нужно делать. Я скоро вернусь. Пойдем. Пойдем, пойдем. Кажется, она совсем одна. А ей скоро рожать. Как ты думаешь, она не решит вернуть деньги? Думаю, она очень гордая, но деньги ей сейчас не помешают. А ты сама как? Мы так и не поговорили. Да. Мы обязательно с тобой поговорим, но не сейчас. Хочу закончить с работой. День свободной переговорной. Заходи. Это что сейчас было? Я всю ночь провела в клинике. Я звонила тебе сто раз, ты все время сбрасывал. Ты даже не забрал меня оттуда. Тише говори. Я не буду говорить тише. Пусть все знают, что я от тебя беременна. Так, милая моя, ты изначально знала, что я женат. Знала? Знала. Я говорил тебе, что особенно во время беременности нам будет трудно. Говорил? Говорил. Вот. А сейчас? Сейчас у нас особенно трудный период. И ты тогда выбрала. Выбрала остаться со мной и родить этого ребенка. Выбрала? Вот. А сейчас? Сейчас очень важный этап в наших отношениях. Я уже почти у цели. Пожалуйста, не разочаровывай меня. Дай мне понять, что я выбрал правильную женщину. Прости. Наташа, мне осталось совсем чуть-чуть. Еще один день. Пожалуйста, потерпи. Просто мне страшно. Я боюсь одиночества. Боюсь этих родов. Боюсь ребенка. Боюсь, что тебя не будет рядом. Не надо бояться. Я тебя люблю. И сегодня вечером я приеду. А что все-таки грустное? Это закончилось. Дядя Света уехала. Молоко с пенкой. Да. Фу. Пенка такая противная. Так, а я слышал, в городе открылся новый парк аттракционов. Вас интересует? Поехали, папа. Пожалуйста, поехали. Дядя, можно немножечко тише? Я, к сожалению, занят. Но вы можете поехать с Ларой и водителем. Ну, я как раз освобожусь, сразу подъеду. Иначе вам придется ждать выходных. Ну, ладно. Только не надо, пожалуйста, спрашивать, как все эти аттракционы называются на французском. Атракцион? Да, Лара. Почти. Ладно, если мы едем в город, то мне нужно переодеться. Я быстро. Она час будет переодеваться. Леша, ты знал, что Наташа будет сама воспитывать ребенка? Откуда? Света, а ты уже звонила этой юристке, Ольге? Нет, некогда было. Ну, позвони ей. Может, скажи, что ты пока ставишься на паузу? Хорошо, сейчас дай сумку. А я тогда позвоню Боголепову и скажу, что с нашей стороны мы к сделке готовы. Да, хорошо. Да, хорошо. Спасибо большое. Класс. А, простите мне, простите мне мою непоследовательность, но я приняла решение пока не давать ход делу. Но это, конечно, временно. Ну, хорошо. Я выставлю счет за проделанную работу и буду ждать звонка. Да, конечно, спасибо. Но долго ждать не придется. И еще. А вы не могли бы мне сбросить собранное досье на Левчука? Без проблем. Хорошего дня. Да, и вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 С детьми она хочет поговорить. Как же. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Алло. Ты где? Лёш, я ненадолго отъеду. Я поговорил с Боголеповым. Завтра встречаемся у нас в конференц-зале со всеми финансистами и юристами. Отлично. А что там у нас по романтическому ужину? Чё-нибудь закажем или ты приготовишь морепродукты? Давай мы позже это обсудим, ладно? Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, Светочка. Здравствуйте. Я хотела бы компенсировать стоимость платья, в котором так внезапно тогда исчезла. Не стоит. Страховая компания мне уже возместила ущерб. Вам было очень хорошо в этом платье. Свет, у вас всё в порядке? Всё. Абсолютно всё было враньём. Он даже о гувернантке своей соврал. Сказал, что уволила Ана снова с ним и с детьми. Знаете, у него такие, такие замечательные дети, и он видел, как я к ним отношусь, и просто играл на моих чувствах. Светочка, вам надо перестать ему звонить и искать встреч с ним и с его детьми. Вам надо всё это забыть. Забыть и отпустить. Как? Ну, я не знаю. Вам просто надо переключиться. Знаете, в чём моя проблема? Я... Ой, я до сих пор надеюсь, что всё было по-настоящему. Что он мне не врал. Если бы у вас не было доказательства обратного, но... Вот чем больше вы будете надеяться, тем больше вы будете вот так вот плакать. Вы должны разорвать с ним всякую связь. Вам сразу станет легче. И станет. 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 Я... Я так хочу его увидеть. Да, Илья. Да не обращай внимания. Всё нормально. Правда. Извини, пожалуйста. Я не могу сейчас разговаривать. Давай потом. Спасибо тебе. Пока. Привет. Привет. Ну что, ну как ты? Всё хорошо. Есть будешь? Я приготовила. Да. Боже, какая улыбка. Давно я тебя таким не видела. Всё идёт по плану. Завтра я подписываю договор с Боголеповым. Деньги падают на счёт. Деньгами могу распоряжаться без подписи Светланы и финдиректора. Я их вывожу в офшор. Всё. Можем улетать на острова. Подожди. А кто будет отвечать за эти деньги? Тебя серьёзно это волнует? Светлана. Она директор компании. Она и будет отвечать. Как? Ну это как-то слишком. Я думала, вы просто разведётесь и ты получишь половину всего. Наташа, а почему ты об этом беспокоишься? Из-за того, что она дала тебе чуть-чуть денег? Так знай, с её стороны это была просто подачка, милостыня. Да при чём тут деньги? Просто я считаю, что это несправедливо. Вы должны были бы поделить всё пополам. Господи. Какая ты наивная. Для Светы ты просто бедный наёмный сотрудник. Ещё. Как только она узнает, что ты увела меня у неё, она будет мстить. Она наймёт юристов. Она оставит меня без гроша. А это я превратил эту несчастную лабораторию в серьёзную фармкомпанию. Это я нашёл этих инвесторов, понимаешь? Ну она ведь всё равно не получит эти деньги. Господи, короче. Всё случится в пятницу. Хочешь, собирай вещи, хочешь нет. Твоё решение. Лёш, подожди, я не... Я не могу так быстро, мне нужно подумать. Я тебя не понимаю. То ты говоришь, хочу быть вместе, а теперь надо подумать. Так, мне срочно нужно бежать. Подожди, как? Лёша! Малыш, ну я же для нас стараюсь. Лёша! Лёша, ну... Лёша! 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 Поговорю, чтобы просто кусали... Ничего у меня не закружилось. Я могу ещё хоть 10 раз на ней кататься. Да? Тогда пойдём. Так, не подначивай, сестра Андрюша. О, Боже! Вадим, мне кажется, что-то с каблуком. Ну поможете? Так, модный совет и конечно не мой стиль. В следующий раз надевайте более удобную обувь, хорошо? Да, конечно. Спасибо. Алло. Алло. Ольга, здравствуйте, это снова Светлана Аверина. Здравствуйте. Я передумала. Мы сегодня же подаем заявление на Вадима Левчука. Поняла. Фармкомпания Светлана в эту пятницу собирается подписать договор с инвестором. Инвестор некий Аркадий Степанович Боголепов. Я должен увидеть этот договор. Это уже промышленный шпионаж. На это у меня нет ни ресурсов, ни времени. Я должен понять, будет ли у Алексея доступ к этим деньгам. Я вам хорошо заплачу. Хорошо. Ну, имейте в виду. Это, мягко говоря, не совсем законно. Мне не важно, как вы это сделаете. Я должен увидеть этот договор до того, как его подпишет Светлана. Как скажете. Да, и вот что еще занятно. Алексей сразу из офиса поехал на частную квартиру. К своей бременной сотруднице. Она то ли его ассистентка, то ли помощница. Ну, не важно. Так вот, был он там минут десять. А потом поехал обратно. Какая между ними связь, я пока еще не сумел установить. Там снова полиция пришла. Ждут вас в гостиной. А где дети? Слава Богу, Ларачка увела их в детскую. Мультики смотрят. Хорошо, спасибо. Скажите, что я скоро буду. Угу. Добрый вечер. Здравствуйте. Чем обязан? Светлана Аверина написала на вас заявление. Какое заявление? Очень подробное заявление. Мы вынуждены задержать вас по подозрению в похищении и незаконном удержании. То выяснение обстоятельств, как говорится. Я поеду за Варю. Не надо. Лучше сделайте. Ты очень раз попросил. Побыстрее. А дети? Что детям говорить? Спокойным, уверенным голосом скажите, что папа срочно уехал в командировку. Ну и все. Да-да, конечно. И да. Пожалуйста. Ой. Пойдемте. Гражданин, почему? Валентина, что происходит? Эта дрянь таки давила нашего хозяина до казенного дома. Беда. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как только получите нужную информацию, сразу освежите со Спекланой. Не теряйте времени. Хотите дельный совет? В данной ситуации думайте в первую очередь о себе. Граждане, движение не задерживаем. Я вас очень прошу. Передайте все, что сможете нарыть до того, как она подпишет договор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер! Какая неожиданность! Сегодня вроде же не пятница. Да, Алексей, сегодня не пятница, потому что в пятницу ты сваливаешь за бугор. Ну а мы с ребятами просто приехали, так сказать, провести тебя. Ты что, думал, что мы не узнаем? Да мы пастем таких, как ты, регулярно. Еще никто до аэропорта живым не доезжал. А то и зря так обо мне. Да, я улетаю в пятницу, поздно, вечером. А до этого я бы успел рассчитаться. Конечно, успел! Конечно! Вам туда, ребята! Вот туда! Леша, ты что, идиот? Нет, я не идиот. Просто там на балкон вышла моя жена. Если она хоть что-нибудь пронюхает, то ни ты, ни я никаких денег не получим. Рассчитаешься ты со мной при любых на складах. Идем к машине. Ты, Леша, как человек, говно. Поэтому с тебя получится хорошее удобрение. Слушай, я, честно, я верну все деньги. Мой вылет на самом деле ночью. Я же не обманывал. Конечно, не обманывал. Я играл с тобой в карты. Блифовать ты, Леша, не умеешь. Поэтому сейчас выдохни. Иди домой к жене. Но если еще раз надумаешь меня обмануть, твоя жена может стать вдовой. Усек? Усек. Топай, Леша. Как это? Проиграл жену в карт? 21 век на дворе. Она владелец фармкомпании, в которую собирается вложить деньги крупный инвестор. И для Аверина она не жена, а скорее финансовый актив. Вот поэтому он ее поставил на кон. Но это не делает ее похищение законным. Да, я понимаю. Но я не собирался ей навредить. Она была гарантом возврата долга. Конечно, это меня не оправдывает ни в коем случае. Но в моем доме она была на правах гости. Слушайте, это какой-то бред. Что вы мне предлагаете написать в протоколе допроса? Подозреваемый выиграл чужую жену в карты? Но это происходило по свидетелях. И, между прочим, их было немало. Немало? Это не имена и фамилии. Тем более, что игра была незаконной. Никто с нами разговаривать не станет. Да, возможно. Я знаком только с одним игроком. Стас. Стас Кузьменко. И, кстати, он является организатором подпольных игр в покер. Стас Кузьменко? Да. Так. Ну, какой у тебя пароль? 4 единицы есть броня рейса про острова не соврал почему один билет алло добрый день номер брони 6 r y z l h да на имя алексея аверина почему женский голос девушка каюсь такая ситуация вышла я ассистентка аверина он попросил меня два билета забронировать на почту пришел только один девушка пожалуйста посмотрите сколько билетов забронировано он меня просто уволит один билет спасибо Представляешь, там тип какой-то на улице привязался, говорит, у него ЧПС сломался. Ну и пришлось дорогу ему показывать буквально на пальцах. Я подала заявление на Вадима. Его задержали и уже допрашивают. А зачем ты так сделала? Мы же договаривались подождать. Я не могу больше ждать. У меня мозг взорвется. Я не понимаю, кто с кем сводит счет и кто говорит правду, а кто врет. Я правду говорю. Я твой муж. Мне надо верить. Я тебе не вру. Да? А кто тебе постоянно звонит? Для банка что-то уже поздновато. И кто был этот человек, с которым ты разговаривал? Его машина час простояла под нашим домом. И те два амбала явно были готовы тебя ударить. Да у тебя паранойя. Тебе надо к психиатру, а не в полицию. Извини. Извини, извини, Света. Извини, я погорячился. Это у меня паранойя. Это мне надо к психиатру. Я пойду, ну пойми, я весь на нервах с тех пор, как он похитил тебя. Я обещаю тебе, что как только мы подпишем этот договор, я стану прежним. Завтра. Завтра подпишем. И тогда все хорошо будет. Ты звонил мне? У меня допрос был. Так у меня тоже. Слушай, Стаса Кузьменко ты ведешь? А, это тип, которого взяли за организацию незаконных азартных игр? Да, он. Дай контакт. Допросить его нужно. Да, пожалуйста. Этот сейчас и мать родную сдаст. Спасибо. Алло. Меня вызвали на допрос по твоему вопросу. Твою ж мать. Звоню предупредить. Как и говорил, врать не буду. Спросит о тебе, сдам с потрохами. Стас, Стас, врать не надо. Просто постарайся перенести допрос на завтра, ладно? Ага. Я сотрудничаю с ментами, чтобы сократить тебе срок. Все, пока. Стас, подожди, 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 подожди. Твою ж мать. Мандак. Одевайся, я хочу приехать в офис пораньше. Свет, ты злишься на меня? Собирайся, пожалуйста. Наконец-то это случится. Светлана Аверина? Да, это я. Позвольте вас на несколько слов. А вы извините, кто и что вы хотите от моей жены? Леша, я сама разберусь. Поднимайся наверх. Я тебя там подожду. Простите, пожалуйста. Просто ваш муж не должен знать то, о чем мы сейчас с вами будем говорить. Почему? Я от Вадима. Он просил вам передать следующее. Как только вы подпишете договор, Алексей тут же переведет все средства в офшоры. А сам исчезнет. Это все? Это не блеф. Я знаю, как составный договор. Ваш муж наравне с вами может распоряжаться средствами, которые вот-вот должны поступить на счет. Я прав? Ну, допустим. Зачем Вадим вас подослал? Передайте ему, чтобы перестал вмешиваться в мою жизнь. Ни в коем случае не подписывайте договор, не изменив условия. Иначе он улетит. А вы останетесь без денег. Вот билет на самолет. Скажите, это имя и фамилия вашего мужа? Да. Видимо, он просто забыл вам сообщить о наличии этого билета. Вылет сегодня ночью. И решайте с нами. Кто это и что он от тебя хотел? Света. Да, я подтверждаю, что был на этой покерной игре. И видел там Аверина и Левчука. Оба играли в покер? Да. Кто выиграл? Ну, сначала Аверин выиграл, потом подчистую проигрался Левчуку. И что, он проиграл ему деньги? Не только деньги. А что? Вы, кажется, обещали помогать следствию. Сначала он проиграл ему 300 тысяч долларов, а потом... Потом проиграл свою жену. Сказал, что ее фармакомпания находится накануне подписания крупной сделки, поэтому она стоит денег. Теперь я видел все. Вода без газа? Хорошо. Пойди кофе приготовь. Да, конечно. Света! Свет, ты куда? Боголепов придет с минуты на минуту. Свет. Алло. Алло, Ольга. Здравствуйте. Есть какие-нибудь новости? Как раз собиралась вам звонить. Только что получила информацию от своего человека. Правда, не уверена, что вам она понравится. Это не важно. Говорите. Сегодня был допрос одного из свидетелей по делу. Он дал показания, что ваш муж проиграл вас в карты. Я понимаю, это звучит как какое-то средневековье. Но кажется, это правда. Более того, свидетель заявил, что ваш Алексей игрок со стажем. У него много покерных долгов. Ага. Спасибо. Я поняла. Я поняла. Аркадий Степанович, здравствуйте. Вам сюда. Мне все равно. Где Светлана? Она сейчас придет. Может, чай, кофе? Алексей. Успокойтесь. Я все подпишу. И без чая, и без кофе. Где Светлана? Сейчас придет. А вот и Светлана. Все, можем начинать. Аркадий Степанович, можно вас на минуту? Свет. А вы, Алексей Александрович, ждите здесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Аркадий Степанович, что ты ему сказала? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Какого черта? Я все знаю. Что все? Ты проиграл меня в карты. О, начинается. Открыл офшорный счет. Какой еще счет? А сегодня ночью у тебя вылет в Никосию. Хороший выбор. В это время на Кипре уже не жарко, но море еще теплое. Какой Кипр? Собирайся, а то опоздаешь на рейс. Правда, полетишь без моих денег. Давай на выход. Это вообще-то мой кабинет. Это мой кабинет. И ты был здесь временным недоразумением. Ясно? Вот как ты начала говорить. А ты забыла, что я сделал для тебя, а что я сделал для компании. Пошел вон. Ты об этом пожалеешь. И да, я подаю на развод. Объяснишь, что произошло? Ребят волнуются. Столько усилий приложили, и вот... И вот мой муж оказался лгуном, игроманом и предателем. Ты сейчас про Лешу? Да. Я только что его выгнала. Ты как? Плохо. Ну, договор с Боголеповым мы все равно подпишем, и... Да бог с ним, с тем договором. Мне просто надо собраться с мыслями. Понимаю. Но... Все, что не случается, все к лучшему. И мир клином на Леша не сошелся. Да. Ты прав. Не сошелся. Может, это не совсем вовремя, но... Я давно хотел тебе сказать, что... Я... Прости, подожди. Алло, Ольга, здравствуйте. Добрый день. Я по поводу Вадима Левчука. А, Левчука? Я хотела бы забрать заявление. Я не ослышалась? Да, я... Я понимаю, что... Я ставлю вас в неловкое положение, и... Я веду себя... Непоследовательно? Ну, мягко говоря. Я только что его посадила. Может быть, можно что-нибудь придумать? Я не знаю, под подписку о невыезде, или под залог. Я готова на любую сумму. Хорошо, я что-то придумаю. Да. Но теперь-то уже что? Эта истеричка сорвала сделку. У меня не гроша. Не впустишь меня? Без денег я тебе не нужен. Заходи. Заходи. Я Hamilton... Я Picc ... 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 привет ты подписал договор и заявление забрала да ты во многом оказался прав а что теперь а теперь возвращайся домой к детям и будьте счастливы а ты ты кого-то ждешь а что нет нет ну если так посмотреть то ничего страшного не произошло да неужели квартира у меня есть не хоромы конечно но жить можно у меня есть кое-какие сбережения на первое время хватит наташ кое-каких ребенку может не хватить почему это родить можно и у нас не обязательно же в заграничной клинике не в этом счастье да правда не в этом счастье я обязательно что-нибудь придумаю что ты имеешь ввиду если света думает что ей достанется все что по праву принадлежит мне то она ошибается а что по праву принадлежит тебе наташ если ты думаешь что это поддержка то это какая-то хреновая поддержка нет но дом компании все записано на нее она это все приобрела еще до вашей встречи то даже суду предъявить нечего у меня складывается такое впечатление что тебя эта ситуация даже как-то радует честно по моему это наш шанс начать все с чистого листа с чистого листа а не о таком чистом листе я мечтал а потом человек в черном плаще подошел к детям наклонился и тихо-тихо сказал им на ухо всем спать так ты тоже спи перебер с брата пообещай что ты больше не уедешь в командировку не предупредив ладно это не честно хорошо обещай закрывай глаза вот бы тетя света вернулась на эту же этом хочу осталось только чтобы алексей подписал эти бумаги он ни за что просто так развод не подпишет в таком случае бракоразводный процесс займет время вы уверены что вам это нужно после всего того что я узнал о своем муже вы еще спрашиваете единственный вопрос который у меня остался что на самом деле произошло четыре года назад и что это изменит в моем отношении к лёше ничего но вы хотите знать правду про вадима доброе утро здравствуйте мне нужно с вами поговорить что-то срочное я вот приготовил годовой отчет как вы просили но должен вас предупредить здесь многое вас удивит в каком смысле мне не ловко об этом говорить светлана викторовна ваш муж выводил из компании деньги ну небольшие суммы иногда 5 тысяч долларов иногда 10 по вашему это небольшие суммы но он говорил что вы в курсе нет я не была в курсе но я так и понял уже что вы ничего не знали извините видите оказывается я совсем не знала своего мужа после того как вадим вернулся он сам не свой не твой ты хотел сказать заткнись только и говорит что о своей свете с детективом каждый день встречается прикинь она разводится круто чё ты идиот ее теперь ничего не держит и вадим кажется этому очень рад слушай но он же не привел его дом да и все не так плохо когда приведет будет не только плохо но и поздно нам нужно делать что-то сейчас ты вообще слышишь убей ее идея неплохая только я в тюрьму не хочу нужно думать что-то другое как там тетя валя говорит одна голова хорошо 2 беременной идиот хотя то может срабатывать отлично юристы составили новый договор и обе стороны готовы к подписанию так что встреча с боголеповым состоится завтра в 9 утра поэтому сегодня от каждого из вас я жду актуальный отчет по вашим направлениям и техническую смету илья борисович вы хотите что-то добавить с возвращением светлана виктором спасибо все свободны ой хорошо что-то позвонила чтобы сто лет не виделись лариска я лара институте ты была лариска но современностью то очень многое изменилось но не мое отношение к тебе правда ну конечно мы же были с с тобой лучшими подружками конечно жизнь нас тобой разбросала но но я всегда слежу за тобой в социальных сетях как там твои дела что нового у моей марины приятно лариска лара а когда я увидел этой фотографии с пузиком так обрадовалась ведь скажи правда классные фотографии а хочешь тебе контакты фотографа сброшу хочу но не фотографа кое-что другое скажи у тебя осталось твое первое узи да я на 9 неделе делала а почему ты спрашиваешь а можешь ждать все там толком ничего не видно я помню мужу показываю он говорит слушай ты точно беременна может что-то съехал я просто тоже хочу показать своему парню ты беременна поздравляю тебя нет 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 я так я не беременна сидись я что-то тогда не понимаю я просто хочу его проверить ребенка мари ну какого ребенка парня хочу проверить ну понимаешь просто про звезды с неба и о том что тебе луну достанут все могут говорить как на самом деле вот хочу показать ему да с двумя полосками и твое узи посмотрим какой вон на деле это как-то не очень честно я его очень сильно люблю и он конечно не богат и не бизнесмен и живет в хрущевке но мне же ничего и не нужно так чем проблема понимаешь я хочу понимать что он искренний и чувства его настоящие что он любит меня просто так а не за мои ноги понимаешь понимаю марин я семью хочу детей трое но для этого мне нужно понимать что он что он любит меня по-настоящему ты прям санта-барбару приду как говорит моя бабушка я же уже очень много раз обжигалась не хочу повторить это сном марин ты поможешь ну если такое дело ладно спасибо тебе больше ой прости кушай кушай да или ты сам уйдешь или охрана тебя выведет я тоже рад тебя видеть я заберу свои документы и больше ты меня не увидишь хорошо у тебя пять минут свет что с нами стало я не хочу вот так расставаться тебе юрист передала документы на развод ты подписал нет и не собираюсь отлично тогда нас разведет суд а все понятно вот она причина нашего быстрого развода цветы от всего коллектива хотим поздравить светлану викторовну с возвращением ты чё думаешь я идиот я ничего не понимаю а так лёша я не отдам тебе свет услышишь она не вещь чтобы я отдавать и не вещь чтобы ее забирать понял так прекратите оба немедленно вы слышите меня охрана уведите его эй мужики что творите свет свет я не смогу без тебя лёш уходи в смысле уходи свет илья забери цветы пожалуйста светлана викторовна извините к вам посетительница кто сказала что ваша подруга подруга простите я просто новенькая а еще много я не знаю так впускать или нет да да впускайте что то что ты того нюхал арчи как ты меня нашла и главное зачем а ты не рада меня видеть подружку а должна быть рада я к тебе с хорошей новостью думала ты порадуешься за нас а ты волком смотришь в последний раз спрашиваю что что ты здесь делаешь хорошо что это а это наш с Вадимом малыш пока он еще совсем маленький ему только девять недель но такой долгожданный если честно если честно я даже не ожидала что Вадим так обрадуется а дети ты бы видела как Оксанка и Андре прыгали от счастья а главное что завтра мы идем подавать заявление в ЗАГС так что не стоило утруждаться я все равно бы вас не побеспокоила так что Саша, помоги банку открыть. А ты куда? А я пойду прогуляюсь. Но я же ужин готовлю. А я к нему и вернусь. А давай с тобой пойду? Мне надо много гулять в моем положении, а я... Наташа, давай я сам прогуляюсь. Но... Никаких но, я сам. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ВСЕЛАЯ МУЗЫКА Так, не счастлива! Какой ты успела? Так, давай, давай! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алла. Привет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Говори. Мы в воскресенье собираемся на конюшню. Хочешь с нами? Зачем? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дети будут рады. ИНТРИГУЩАЯ МУЗЫКА ... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Света? Что? У тебя все в порядке? А у тебя? Будет лучше, если мы увидимся. Господи, как же я устала от этого вранья. С меня хватит. Ты о чем? Вадим, будь счастлив. И... Поздравляю. Да с чем? И, пожалуйста, никогда мне больше не звони. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ускрывайтесь. Да чтоб тебя. Две пары. Победа. Ни хрена мне не везет ни в игре, ни в любви. Что за день? Вы еще играете? Я на нулях. Могу одолжить. Серьезно? А давай десяточку. Хорошо подумал. Очень. Ты уже без тачки остался. Забыл? Я знаю, что я делаю. Почему тебя жизнь не учит? Сейчас тебя научат. Поехали. А помнишь, как в универе на лодках катались? На перегонки. Я весло сломал. Точно, да. Инка Филимонова, Сашка. Вы так дружили. А после выпуска ни разу так и не увиделись. Да. Они сейчас в Германии. Ты знала? Нет. Классно. Очень рада за них. Били себя в грудь, что из страны никуда не поедут. Будут родной институт химии поднимать. А поманили, аж бегом. У всех у нас жизнь сложилась не как мечталось. Илья. Спасибо тебе большое за эту прогулку. Мне правда это очень нужно было. Но завтра рано в офис. И много дел перед сделкой с Миколеповым. Поэтому... Света. Пойдем еще погуляем. Пойдем. Ну. Все-все-все-все, я звоню. Вот, видишь? Видишь? Леша, наконец-то. Ты где? Милая, мне срочно нужны деньги. Сколько у тебя есть? Я не понимаю, что случилось. Я в покер проиграл, но мне срочно нужно вернуть долг. Покер? Зачем ты играл? Да за тем, что я хотел как-то отвлечься и выиграть каких-то денег для нас. Господи, Леша, сколько ты проиграл? Десять тысяч долларов. Хватит базарить. Сколько? Пожалуйста, родная, привези мне прямо сейчас, я тебе адрес пришлю. Леша, это... это все, что у меня есть. И я тебя очень прошу, у меня просто больше не у кого попросить. Так, быстро вези бабки, иначе живым он отсюда не выйдет. Ковыряли, ковыряли и не съели. Значит, не голодные. Организм же растет, надо есть, а не страдать. И Вадим Николаевич от ужина отказался. Ничего, скоро все станет на свои места. Жаль, что без тебя. Что? Теть Валь, что вы ляпаете? Вадим Николаевич сегодня с кем-то говорил по телефону и сказал, что на днях едет в командировку. Ну, я знаю, по делам. И что? Сказал, вернется. Новая гувернантка, пусть выходит на работу. Что значит новая гувернантка? Это он так легко и быстро нашел мне замену? Ну, наверное, не он. Агентство. Ничего. Посмотрим, как он теперь запоет. Смотри. Да, правда, очень красиво. Знаешь, я в последнее время перестала замечать красоту. Свет, я еще со студенческих лет все жду подходящий момент, чтобы сказать тебе, как сильно я тебя люблю. Илья, не надо. Понимаю. Ты меня не любишь. Но это пока. Я сделаю все, чтобы ты забыл эту боль, которую причинил тебе Алексей. Я могу сделать тебя счастливой. Я... Я благодарна тебе. Правда. Ты единственный человек, который был участен со мной все эти годы. Но я так не могу. Ты мой друг. Лучший и единственный. Ты точно так же говорила в универе. Да, и ничего не изменилось. Я... Я безумно люблю тебя и уважаю. Но как друга. Прости. Я готов ждать. Илья, хватит. Хватит меня ждать. Просто... Живи своей жизнью. А ты? А я... Я буду учиться жить своей. Да. Что-то случилось? Вадим. Любимый мой, дорогой. Я правда пыталась. Я хотела, но я не могу. Подожди, подожди, подожди. Что тут, Ваня? Что такое? Раз так можно с беременной женщиной? Ты что, беременна? Да, я беременна. Я, конечно, не так хотела тебе сказать о том, что... Ты станешь папой. Но... Я? Да. Но... Это невозможно. Вадим. Когда люди любят друг друга, достаточно одной ночи для того, чтобы случилось счастье. Счастье? Знаешь что, тогда поехали. Куда? В клинику. Посмотрим на наше счастье. Ты настолько мне не доверяешь? Представь себе. Ну... Нужно сделать УЗИ. Так у меня есть УЗИ. Тебе тоже показать? Тоже. Ах, вот оно что. Ты, наверное, его кому-то уже показала. Например, Светлане. А она здесь при чем? Значит так. Или завтра утром мы едем в клинику. Или ты собираешь свои вещи и уходишь из моего дома. Навсегда. Вадим. Я... ради тебя готова умереть. Да не надо ради меня умирать. Просто уйди и все. Ну, теперь ты готов объясниться? По поводу? Ты не помнишь? Ну? Да не ну-ка. Вот как. А вчера плакал, обнимал меня. Говорил, что я тебе жизнь спасла. Когда привезла 10 тысяч и забрала тебя из подпольного казино. Ну, так я тебе за это премного благодарен. Леша, это не смешно. Я дала все, что у меня было. Даже то, что мне Света дала. И что ты сейчас от меня хочешь? Хотя бы чтобы ты объяснил, зачем ты туда поехал. Играл зачем? Я же тебе уже объяснил. Я туда поехал, чтобы выигрывать каких-то денег для тебя и для нашего будущего малыша. Но я чуточку просчитался. Прости. Леша, я эти 10 тысяч собирала всю жизнь. Чего ты меня сейчас пилишь? Ты пилишь меня, как Света. Вот Света меня постоянно пилила и никогда в меня не верила. Вообще-то... Вообще-то ты раньше в меня верила. Во всяком случае, так мне казалось. Я чувствовал себя рядом с тобой настоящим мужчиной. Я ошибался, да? Не сравнивай меня со Светой. А ты не веди себя, как Света. Леша, я никогда в тебе не сомневалась. Но через несколько дней нам не за что будет купить еды. Это ты понимаешь? Да, понимаю. Поэтому я что-то обязательно придумаю. Как говорится, не прошло и полгода. Спасибо, что вошли в наше положение. Пять миллионов впадут на ваш счет в ближайшие несколько дней. Отлично. Производство уже готово, так что ждем отмашки и наращиваем обороты. Начнем с Европы. А об аптеках всего мира подумаем позже. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Все, как вы хотели. Теперь компания выйдет на совершенно иной уровень. Да. Компания, да. А вы, вы рады? О, Ларочка тут. Что такое? Лара, деточка, что случилось? Вадим Николаевич меня уволил. Солнце, он предупреждал. Ты здесь ненадолго. Да мало ли, о чем он предупреждал. Жди отсюда! Ты чего? А Ларчи здесь при чем? Да при том, вы все при том. Очень удобно обвинять всех во всем. Может, на себя нужно посмотреть? Ой, знаете что, тетя Валь, давно вы такая умная стали? Вадим Николаевич? Ты чего здесь? Прекрасно, поехали. Куда? К врачу. Расставим все точки над «э». Я тебя жду. Тетя Валь. Я беременна. Что? А он меня хочет уволить. Теперь вы понимаете? Вадим Николаевич хочет тебя свозить к врачу. Я слышала собственными ушами. Скажите ему, что я не могу, что мне плохо, что не сегодня. С тобой все понятно, Лара. Да пошли вы все! Илья, ты глянь на нее! Поздравляю. Ты сделала это. Мы. Мы сделали. Это общий успех. И я еще хотел извиниться за вчерашнее. Илья, перестань. Ты ни в чем не виноват. Позвать охрану? Пожалуйста, дай мне две минуты. Твои вещи собраны в коробке. Может, забрать их на ресепшн. Да я не за вещами пришел. Я извиниться хотел. Господи. Да не трогай ты меня. И сказать все правду. Да, правду. Давай, входи. Я жду. Да, я игроман. Я вытаскивал деньги из компании, проигрывал. И не мог остановиться. И на том чертовом маскараде тоже не смогу. И проиграл меня. Да. И проиграл тебя. Ну, это все покер. Просто, когда я сажусь за покерный стол, это не я. То есть, это я, но в меня как будто вселяется какой-то демон, понимаешь? А кто в тебя вселился, когда ты хотел забрать деньги Боголепова и улететь с ними на Кипр? О, это, это не правда. Леш, перестань. Ладно, это правда. Я обещал тебе говорить правду. Это правда, прости. Это... Ну, это все покер. Это долги. Я нашел клинику, я буду лечиться. От игромании. Они обещали, что они меня вылечат. И я стану тем, кем был раньше. А кем ты был раньше? Ты же знаешь. Нет, я не знаю. И хватит об одном и том же. Выговорился, уходи. Свет, пожалуйста, мне некуда идти. Ой, Леш, пожалуйста, ну только не устраивай здесь цирк. Пожалуйста, дай мне последний шанс. Я докажу. Не поздно уже что-то доказывать. Свет, я эти дни ночевал на вокзале. Кто тебе пишет? Я признаю, я делал кучу ошибок. Я не прав, но я прошу тебя, прости меня. Дай мне последний шанс. Пожалуйста. Два дня. Что два дня? Два дня ты можешь жить в моем доме, пока не найдешь себе съемную квартиру. Спасибо, ты не пожалеешь. Но за это ты подпишешь документы на развод. Свет, ну... Подпишешь без всяких но. Хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Илья? Кажется, я рожаю. Теперь правда рожаю. Свет, вот видишь, я готов меняться. Тебе еще раз объяснить. Это не примирение. Это не последний шанс. Я просто даю тебе возможность не жить на вокзале, пока ты ищешь квартиру. Это понятно? Да, да, да. Угу. Слушай, а давай я ужин приготовлю? В качестве благодарности. Господи. Все, понял. С ужином не очень в прошлый раз получилось. Давай закажем еду, итальянскую кухню. А давай выйдем через служебный вход. Ты сейчас готов выкручиваться? Не хочешь правду сказать? Ты о чем? Я просто предложил выйти через служебный вход. Да? Этих людей я каждый день вижу под офисом. Иногда и под домом. Не понимаю. Неужели? Но ты как хочешь, а я пойду через центральный вход. Светлана, здравствуйте. У меня к вам есть разговор. Не бойтесь, я не причиню вам зла. Слово даю. Ну, я словам уже не верю. И я. Я так понимаю, что лапшу на уши он вешает не только мне, но и вам. А вы догадливы. Но что вы от меня хотите? Леха должен мне 70 штук. И? А если вы их не вернете, они жилет? Нет. Я их не верну. И он мне уже почти не муж. Отлично. Я предупредил. Всего хорошего. Да, Ольга. Добрый день. Добрый день. Не отвлекаю? Нет. Я вас внимательно слушаю. Помните, вы говорили, что остается только один вопрос по Алексею? Да, конечно. Я нашла журналистку, которая писала статьи о поджоге. Журналистку? Не журналиста? Вы ничего не путаете? Анна Федорова писала под мужским псевдонимом. Я только что говорила с ней по телефону. Подождите, но с кем я тогда встречалась в кафе? Тот журналист, он же мне показывал и протоколы, и фотографии. Это был не журналист. Думаю, купленный Алексеем актер. Или не знаю, но статьи точно писала Анна. Хорошо, и что она говорит? Алексей проиграл 300 тысяч в покер. По его вине подожгли склады. Он угрожал редакции и не дал опубликовать полный материал. Алло, Светлана, вы меня слышите? С вами все в порядке? Да, да, Ольга. Огромное вам спасибо. Все будет в порядке. Ты, главное, как там говорят, дыши. Там сумки, а мобильный. Посмотрите, наш папа уже, наверное, сто раз звонил. Нет, мамочка, вам никто не звонил. Илья, спасибо. А вам сюда нельзя. Любимая, ты вовремя. Белая, красная. Уходи. Что? Вон из моего дома. Вот он, красавчик. Поспешил немного, но зрелый. Дышит сам. Рефлексы в норме. А Наташа? В палате. Под успокоительными. Разнервничалась, что малыш не сразу кричать начал. Умоляла спасти его. Плакала, что никого у нее, кроме него, не осталось. Ну, в общем, истерика после родов бывает. Но она здорова, и ребенок здоров, я правильно понял? Все отлично. Вот только я не понимаю, кому мне счет выставлять. Папочка, судя по всему, был. Да сплыл. Вы не беспокойтесь. Я все плачу. Ну, хорошо. Тогда пройдете на кассу, я там счет оставлю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Интересно, а что наша Валентина приготовила сегодня на ужин? Все равно есть не хочется. И мне. А давайте так. Кто первый поест, тот выбирает фильм, который мы сегодня будем смотреть. Па, а когда у нас будет настоящая семья? Ну, мы и есть настоящая семья. Пап. Нам ее не хватает. Тети Свет. Мне тоже. Пап. Где мой мальчик? Он в детском отделении. Маленький такой, смешной. Я видел, как его и соски кормили, представляешь? А он? Он не пришел? Кто? Леша. Уверен. Он отец моего ребенка. Что ты не удивлен? Я догадывался. А Света? Думаю, нет. Но, Наташа, ты должна рассказать ей правду. Нет, ни за что. Пойми, Алексей сегодня приходил в офис. Снова пытался мириться со Светланой. И, кажется, ему это удалось. И, кажется, ему это удалось. Я не могу. И, кажется, не забыл. Леша, открой! Я все объясню. Слышишь меня? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Наташа. У меня родился сын. Это Алексей. Он сейчас к вам приедет. Подскажите адрес. Третий роддом. Хорошо. Где Логинова лежит? Пятая палата. Спасибо. Спасибо. Ты какое право имела звонить моей жене? Что ты ей вообще наплела? Имела право на что? Рассказать правду? Какую правду? У нас родился сын, Леша. Поздравляю тебя. Прости. Ты хоть в порядке? Леша, пожалуйста, не надо делать вид, что тебе не плевать. Да я не делаю, Витя. Ты же понимаешь, что я должен был доиграть эту историю со Светой для тебя же, чтобы нам перепали хоть какие-то копейки нашему сыну. Понимаешь? Хватит нести этот бред. Все, что ты делаешь, ты делаешь для себя. Пожалуйста, уходи отсюда. В смысле уходи? В прямом. Ты нам больше не нужен. Это я не нужен? Это ты мне не нужна, поняла? Опять ты? Ну что, сперва запудлил мозги моей жене, а теперь за нее взялся? Че стоишь, ботан? Будешь всех женщин после меня донашивать. Ботан! Не ори ты в роддоме, идиот! Успокоились. Прекрати. Опа. Этот не дает мне увидеть моего сына. На которого тебе было наплевать. Мать ребенка попросила вывести этого. Мужик, на выход. Умир руки. На выход. Я еще вам всем устрою хорошую жизнь. Слышь, а? Опа. Он в командировку улетает. А дети по воскресеньям катаются на лошадях. После такого нам точно нужно будет свалить из города. Из страны. Мне кажется, я заслужила на отпуск. Алло. Алло. Дело есть. На миллион? На пять. Интересно? Вадим, я так устала, но я столько должна тебе сказать. Поговорим, когда отдохнешь. Я не хочу тебя торопить. А, кстати, твоя комната ждет тебя. Спасибо. Да, мне нужно будет уехать ненадолго по работе. Но если хочешь, я могу перенести. Нет. Нет, не надо. Я дождусь тебя. Тетя Света? Тетя Света? Да, мои хорошие. Я вернулась. Ты сохранила мой браслетик. Конечно. А я свой потеряла. Нет, нет. Нет. Вот. Арчи нашел его. Привет. Привет. Какие красивые. Спасибо. О, привет, боец. Ты сегодня добрый и здоровый. Всю ночь плакал. Для детей это нормально. Наташа, у вас теперь все будет хорошо. Да, конечно. Я серьезно. Теперь у всего, что ты делаешь, есть смысл. Я выбрала имя. И? Илья. Ты уверена, что я достойна такой чести? Уверена. Илюша обязан тебе жизнью. Че-че-че. Теря Света, а вы навсегда вернулись? Андрюш, ну я еще не знаю. А я очень хочу, чтобы навсегда. И я. Пообещайте, что вы больше от нас не уйдете. Зайчики, ну я не могу такое обещать. А вдруг мне надо будет ненадолго уехать? Так. Но я могу пообещать, что бы ни случилось, мы всегда будем с вами видеться. Всегда это каждый день? Ну, если не каждый день, то часто. Такой ответ принимается? Да. Отлично. Так, показывайте мне, где у вас тут посудомоечная машина. Оставьте. Я сама все сделаю. Идите, играйте. Валентина, ну зачем? Я могу помочь. А я на что? Ну так и вы отдохнете. Скажите прямо, что хотите меня уволить. И не мучайте уже. Да почему вы так решили? Один человек мне сказал. Некоторым людям не стоит верить. Лучше судить по поступкам. Может быть. Тем более, как оказалось, не очень хороший человек. Ну, тем более. Ну, пожалуйста. Не хочу. Дай я попробую. Чуть-чуть-чуть. Давай. Чуть-чуть-чуть. Баю-баю, вею-вею. Над головкою твоею. Баю-баю. Полетай. Ты волшебник. Троватку тебе качаю. Я старший брат. В детстве помогал маме с сестренкой. Ну, давай. Ты столько с нами возишься. Наташа, слушай, я забыл. Мне в офис пора. Мы же таки подписали договор с Боголеповым. И у нас теперь авраал. Просто хотелось как-то тебя отблагодарить. Все, что я делаю, от чистого сердца. Спасибо. Ну, пока. 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 Костя, долго еще? Да не, все хорошо. Вроде двери крепкие, замок крепкий. Еще меня переживет. Да? Тебя переживет? Да он на соплях держится. Это ты на соплях держишься, понял? А ты можешь потише? Нам здесь соседи не нужны. Здесь нет соседей, хат на Ачибе. Хватит орать, заткнись. Константин, да? Заходи туда. В смысле? Заходи внутрь. А что он командует? Делай, что говорят. Заходи. Ну, зашел и че? А я закрываю. Ну, закрывай. Ну? Открывай. Ну че, переживет тебя? Значит так. Будешь ехать в город за паспортами, купишь новый замок. А че я должен покупать? Пусть он это покупает, он же сломал. Ты че, идиот? Ты знаешь, кто за мной следит в городе? Какие? Костя! Костя, я сказала, руки убери. А ты не быкуна моего брата. Он не твоя шестерка. Понял. А ты, Костя, делай то, что говорят. Если я сказала, нужно, значит нужно. Понятно? Хорошо, Лара. Значит так. Теперь пройдемся еще раз по плану. Если кто-нибудь из нас напортачит, то второго шанса не будет. Все ясно? Значит так. Пока меня не будет, вы слушайте Светлана. Если начать баловаться, я все узнаю. Тетя Света не будет на нас жаловаться. Тетя Света, вы остаетесь за главного. Если, не дай бог, вот эти двое, сразу звоните мне. Будет сделано. Да. Папа, можно твой чемодан повезти? Масимушка, он тяжелый. Он же на колесиках. Я ей помогу. Только колесики не отбей. Так я не хочу тебя оставлять. Ты же скоро вернешься. Очень скоро. Чет Свет, давай быстрее. Оксан, пожалуйста, не торопи меня. Я же только учусь. Ты уже должна ездить галопом. Нет, мне кажется, еще немного рановато. Ничего, я вам помогу. Да ты сам не умеешь. Умею. Смотри, как я могу. Дети, осторожно. Оксана, Оксана, Андрей, не спешите. Оксана, Андрей. Дети, вы где? Дети, вы где? Андрюша! Оксана! Дети! Это не смешно! Вадим, я... Дети, вы где? Если вы хотите вернуть детей, вы должны сегодня до 18.00 перевести 5 миллионов евро на банковский счет. Реквизиты счета, я вам вышлю в СМС-сообщение. Леша, Леша, это ты? Отпусти детей, я переведу деньги. Не вздумайте заявлять в полицию и сообщать отцу детей. Если вы это сделаете, вы их больше никогда не увидите. Это понятно? Понятно. Оксана! Не смейте трогать детей! Слышите меня? Я отдам вам все деньги! Я отправляю вам СМС-сообщение с реквизитами счета. Не делайте глупостей. До связи. Слушай, это твоя программа по изменению голоса нифига не работает. Она узнала, что это я. Какая теперь разница? Дети уже у Кости. Вадима нет в городе. А твоя Светочка детками рисковать не станет. Я надеюсь. В любом случае, как только деньги упадут на счет, мы поедем в аэропорт. А там нас уже никто не найдет. Где паспорта? У меня. Давай. Подожди. Что? Что с детьми будет? Ничего, останутся здесь в кладовке. Пусть забирают. Держу. Хорошая работа. Слушай, а ты ничего тут такой смазливый получился? Только вот улыбка фальшивая. Знаешь что? Что? Она умная, она может что-то придумать. Нам надо ее контролировать. Согласна. Нужно держать ее в страхе, чтобы она не вздумала обратиться за помощью. И еще. Когда деньги упадут на счет, она должна будет поехать в офис для подписания платежки у финдиректора. Леша, а какого ты до сих пор тут? Я не понимаю, почему деньги Боголепова до сих пор не зашли к нам на счет. Светлана Викторовна, у их банка были технические проблемы, и в пятницу платеж не прошел, он просто завис. Хорошо, а сколько денег у нас на корпоративном счете? Вот прямо сейчас. Зарплатный фонд на месяц, плюс операционные расходы. Что-нибудь случилось? Этого все равно не хватит. Нужно звонить Вадиму. Когда ждать денег Боголепова? Ну, вообще-то, такие вопросы может задавать только Светлана Викторовна. Светлана Викторовна. Можете отвечать. Ну, может быть, день. Может быть, два. Они сказали, что вопрос нескольких рабочих дней. Но с приложением в телефоне вы сразу сможете ими воспользоваться. Спасибо, Станислав Сергеевич. Вы свободны. Не вздумай. Какая же ты мразь. Они будут звонить мне каждые 10 минут. Если я не отвечу, они подумают, что со мной что-то случилось, и перепрячут детей. Я хочу увидеть Оксану и Андрюшу. А я хочу получить свои деньги. Звонят. Нет, она не врала. Денег действительно нет, и придется ждать несколько дней. Света? А? Что он здесь делает? Вообще-то она моя жена. Илья, мы разводимся. Илюша, в нашей семье все нормально. Так что иди куда шел. Что происходит? Света! Выходим. Куда мы приехали? Пошли. Я так и знала. Где ее телефон? Меня. Я хочу увидеть детей. Не помешало бы больше просьбы в голос. Слышь, принцессик, эта штука же шмальнуть может. Костя, заткнись. Ладно, тебя все равно отсюда никто не отпустит. Веди ее к детям. Бери шмать ее в грабли и поехали. Здесь самообслуживание. Давай, вперед, налево, налево, налево. Че? Дорогой мой, скажи мне, пожалуйста, почему ты раньше не подумал о том, что деньги могут не прийти на счет? Успокойся уже. Ее телефон у нас, дети тоже. Так что все идет по плану. Да ничего не идет по плану. Можешь ради спугавляйся, никакой Вадим тебе здесь не поможет. Пошла давай, иди. Тица Света. Все, все, спокойно, спокойно, я с вами. Теперь все будет хорошо. Я дала папе знать, что мы в беде. Он скоро начнет нас искать. Он нас никому не позволит обидеть. Илья, мне уже неудобно. Это не для тебя, это для Илюшки. Он отказываться не будет. Все, я побежал, у меня времени нет. Спасибо за подгузники и за все остальное. Да ерунда. Передашь Илюшке, чтобы на подгузниках не экономил, я еще принесу. Пока. 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 Ты все пропустил, Илюша, он уже ушел. Видишь, не хочет с нами остаться. Держит дистанцию. Я же для него просто коллега по работе. Вадим поймет, что их нет и начнет искать. А когда найдет, твою дивизию. Подожди, подожди. Ты же сказала, что он улетел из города. А это было неважно. Потому что мы должны были получить деньги уже сегодня. Теперь он начнет выяснять, что произошло, и сразу подумает на меня. Нет. Мне нужно как-то срочно отвести от себя подозрение. Класс. Что класс? Да он же может позвонить в полицию. Слушай, а давай мы наберем его и пригрозим детьми? Нет, еще рано. Нужно потянуть время. Я поеду в город, а ты следи за Костей. За этим идиотом? Идиот? Это у тебя не хватило мозгов проверить, когда придут? Да, да. Смотри, пилу нашел. Прикинь, она, короче, вот. Идиот. Костя! Я поеду в город, а ты, пожалуйста, сиди тихо и сторожи подвал. Так я же это... Ты же... И меня слушай. Че? Слушай меня. Жопу, иди. Идем. Вальни сюда. А где Света и дети? Вы так рано вернулись. Ну да, так получилось. Где дети? Как днем на конную прогулку вышли, так не возвращались. Я думала, они у соседа на обед остались. А, привет. А Света с детьми у тебя? Ну а что, их дома нет? Я их давно не видел. Ясно, спасибо. Абонент находит в окне зоны действия сити. Перезвоните позже. Она вам не звонила? Нет. А что случилось-то? Будьте на связи. Алло. Мне нужна ваша помощь. Срочно. Очень срочно. Скоро стемнеет. Папа уже освободился после работы и начал нам звонить. Он удивится, что мы ему не отвечаем и начнет нас искать. А если он нас не найдет? Нет. Такого не может быть. Он обязательно нас найдет. Найдет нас, сестренка. Я принесла вам вещи. Давайте переоденетесь. Где мои дети? Откуда мне это знать? Оксан! Андрей! Вадим, что происходит? Вы можете мне объяснить? А ты не знаешь. Мои дети пропали. И не говори мне, что ты тут ни при чем. Мне больно. Если ты имеешь к этому хоть малейшее отношение... Я вообще сегодня целый день вещи собирала. У меня утром рейс. Я устроилась к преподавателеце английского в Пекин. Где Костя? На работе он устроился в бизнес-центр охранником. А вы уже в полицию обращались? Что так долго? Выходи давай. Алло. Руки мне показала? Зачем? За шкафом. Ты в прошлый раз меня чуть не убила. Хочу быть уверен, что все в порядке. Не, родная. Меня просто так не проведешь. Я бы еще что быть уверен, что там что-нибудь за никого. Убери руки от меня! Руки убрала от жены от моей, урод! Да я ее не лапал. Просто под одеждой, может она что-то химичила, проверял я. Я тебе сейчас проверю. Пойдешь там в кладовке сидеть, понял? А что такое Борзе, а? Идиот. Давай иди. Че? Че, куда? Куда, куда? Туда! Дело в том, что Светлана приехала в офис сразу после конной прогулки. Позже подъехал Алексей. А уехали они отсюда уже вместе. Вместе это точно, вы ничего не путаете? Хотите, я пришлю вам видео с камер наблюдения? Да, конечно. Отсюда. Да, я жду. Так, что-то здесь не так. Она как-то странно себя ведет. И Алексей уйдет насильная. Да. Алло. Я думаю, это Алексей украл моих детей и требует у нее выкуп. Ну что ж, теоретически это вполне возможно. Тем более, что 5 миллионов уж больно лаком кусочек. А Света на видео показывает, что Алексей узнал о деньгах. И мог с легкостью пойти на такую подлость. Сделаем так. Я займусь им, а вы немедленно сообщите в полицию. Давайте немного подождем. Все-таки на кону жизнь моих детей. Все, на связи. На связи. Выпустите нас отсюда! Слышите меня? Вы ответите за это! Откройте! Ну это же дети! Леша! Заткнулись-то! Вы не прекратите! Ну вы чего ты у меня надушой стоишь, а? Чтоб тебе руки переломать, если ты ее еще хоть растронешь. Смешной ты! Да! Алло, Костя! Дай мне ему трубку. Это Лара. Да! Какого черта ты не отвечаешь на звонки? Я тебе пять раз звонила. Я за твоим братом идиотом присматриваю. Чего? Вадим уже в городе ищет детей. Значит так, берешь номер телефона у Кости, звонишь на домашний. Говорит, что если он хочет увидеть детей живыми, чтобы в полицию не обращался. Подожди, зачем на домашний? Давай сразу на мобильный. А я смотрю, ты не шибко умный. Не умнее, чем Костя. Значит так, если его телефон прослушивать, нас запеленгуют и найдут за час. Звони давай. А он точно не дома? Я на это и рассчитываю. Ответит повариха, твой голос она не знает. Давай звони быстрее. Хорошо, понял тебя. Э, урод, закончил говорить? Телефон на базу. Ой, Арчи, где наши детки? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Вадим. Это не Вадим. Передай ему, чтобы не вздумал идти в полицию. Иначе дети пострадают. Все поняла? Да. Я передам. Алло. Вадим. Слушаю. Он позвонил. Что сказал? Сказал, чтобы вы не ходили в полицию. Ясно. Ой. Вот плед. Можешь украть детей. Вот вода. Все, что нашел в доме. Презираешь меня. Я не могу понять, как за три года я не поняла, какой ты на самом деле. Может быть, потому что ты постоянно притворялся кем-то другим? Это же ты у нас идеальная. Успешный химик. Красивая. Мне приходилось соответствовать. Притворяться более сильным, умным, более добрым. Если бы ты знала, как я устал. Бедняга. Поэтому ты закрутил роман с ассистенткой. Наташа, она молилась на меня. Она меня ценит. Но я ее никогда не любил. И завел с ней ребенка. Это было ее решение оставить этого ребенка. Я буду помогать им материально, но я никогда не признаю его своим. Мой ребенок. Наш с тобой ребенок. Он так и не родился. Даже не смей его вспоминать. А ты не смей считать, что это касалось только тебя. Я тоже хотел этого ребенка. Если бы ты меньше работала во время беременности... Боже, какая я была дура. Ты же специально давил на мое чувство вины, чтобы я ушла с работы. И ты спокойно играл в покер и спал с Наташей. Свет, ты и сама виновата. Ты закрылась после выкидыша. Ты всегда играл в покер. Это неправда. После того, что случилось с Вадимом, я не играл два года. Из-за выкидыша меня сорвало. Если бы ты знала, как я себя паршиво тогда чувствовал. Леша, ты собираешься украсть у меня пять миллионов. Ты держишь меня и детей в заперти. И ты хочешь, чтобы я тебя пожалела? Чтобы сказала, что ты хороший человек? И просто немного запутался в жизни? Эй, ты что там делаешь? А еще что ты позволяешь этому хмарю командовать все время? Все очень плохо. В смысле все очень плохо? Вадим приходил ко мне и искал детей. И что, теперь нам детей назад вернуть? Ты идиот. Назад дороги нет. Нам нужно вытрясти из этой дряни деньги и валить отсюда. А, Валитя, а что с ними? Они нас видели. Нам нужно замести следы. В смысле замести следы? Тетя Света. Да. Да, моя хорошая. Живот болит. Тошнит. На. Попей немного воды. Угу. О, боже мой. Какой горячий. Так. Потерпи. Потерпи, я сейчас. Леша, Леша, ты здесь? Да, да, я слышу. Оксане плохо, у нее жар. И ее может стошнить. У вас там есть какая-то кастрюля? Леша, ей очень плохо. Ей нужно в туалет. Ладно, я вас выпущу, но очень тихо и очень быстро. Хорошо. Так, давай. Вставай, моя хорошая. Слойте, мне оставляйте мне одну руку. Давай руку. Давай быстро. Сделать так, чтобы они заткнулись раз и навсегда. Еще раз шифровать. А он? Что? Что с ним? Ничего. Делиться мы с ним не будем. Вырубишь его и бросишь костыню. Потом подпалишь дом. Понял? Понял. Лара, ну, мы же можем их просто закрыть, оставить и уехать. У нас же никто не... Нет, я рисковать не буду. Пожалуйста. А ты выбирай. Или ты валишь в светлое будущее с деньгами? Или ждешь, пока тебя Вадим пристрелит, как собаку? Где я бензин возьму? Машина тебе зачем? Машина. Машина. Свет, долго еще? Минуту. Перестань. Когда подойдешь к Алексею, сделай вид, что тебя тошнит. Бери брата и беги от него. Поняла? Угу. 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 Эй, вы чего? Что это было? Это же ты их отпустил, падаль, а? Да? Что теперь делать-то? Заткнись и ищи. Где ищи? Там. Ага, там. Леша с нами в одной лодке, да? Леша. Свет, ты что думаешь, я вас не найду? Я хочу. Где вы? Давайте выбираться отсюда. Только тихо. Аккуратно. Давай, давай. Пойдем, 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 осторожно, быстрее, быстрее. Кто-нибудь видит? Я не вижу. Давайте попробуем выйти к трассе. Далеко собрались? Стоять. Тихо, тихо. Леша, Леша, умоляю, отпусти нас. О, ты умеешь молять. Леша, ты не понимаешь, с кем связался. Я слышала, что Лара говорила брату, они собираются нас сжечь. Не выдумывай. С тобой никто не будет делиться, они сожгут тебя так же, как и нас. Не слушай ее. Она промывает тебе мозги. Да? Тогда скажи, что ты не собираешься нас сжечь. Леша, ты в такой же опасности, как и мы. Не будь идиотом. Она сейчас тебе скажет позвонить. Вадиму, ты это сделаешь. Леша, ну ты же не убийца. Заткнись. Будете сидеть здесь в заперти до тех пор, пока я не получу свои деньги. Ну что, твоя добега? О, будь моя воля, я б тебя... Назад! Пошла вперед, пошла вперед. Топай, сказал, топай давай. Вперед, пошла. Так вы не узнали голос? Это точно был не Костя. Этот голос был постарше. Я раньше его не слышала. Теперь я точно уверен, что за всем стоит Алексей. Но чтобы все это провернуть, ему нужны были сообщники, которые точно знали, что дети будут на конной прогулке. А я уйду за город. Стоп. А гувернантка? Гувернантка знала о прогулке? Знала, конечно. Черт, это она. Это она в сговоре с Алексеем. Все эти разговоры про отъезд в Китай так байки для идиотов. Простите меня, я же не знала, какой она человек. Думаю, бедное дитя. Только бабушкин дом с Костиком им не остался. Я даже продавать его помогала. А где находится этот дом? Часть езды отсюда. Света получает деньги. Переводит их на нужный счет. Что дальше? Поедем в аэропорт, купим билет на любой ближайший рейс и валим отсюда. А Света, идите, что с ними будет? Да ничего, останусь здесь, в кладовке. Вадим сам их найдет. Или не найдет. Больная! Давай, обыскивай. Ищи телефоны. Нашел. Ну что? Кто теперь идет, а? Давай быстрее, Костя. Вот этот. А с этим что? Забери себе. Я дошла в сторону, отырять, дошла. Шляпу, 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 быстро. Я пошла в сторону. На выход, на выход пошел, на выход. Костя, ребенок. Я сказал, закрыл рот, здесь никого не нужно, понятно? Не тратайте детей. Сказать смирно. Замерли, уроды. Давай сюда. Замерли. 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 Стойте спокойно. Значит так, я нашла очень полезное банковское приложение у тебя в телефоне. Быстро сказала пароль. Нет. Костя. Костя. Отпустя ее. Андре, будь паникой, ты меня понял? Я тебя ненавижу. Я вас тоже ненавижу. Я вас больше ненавижу, мерзкие твари. Оставьте детей в покое, деньги все равно еще не пришли. Ничего страшного, я подожду. Быстро сказала пароль. Нет? Если будешь сопротивляться, я пристрелю их у тебя на глазах. Сначала я прострелю ногу Андре, а потом руку Оксане. И так будет до тех пор, пока они и сдохнут. Ай, ты меня болел. Хорошо. Хорошо, я все скажу. Вант Котт с двумя ЭФ. И через дефис 19-00. Подходит. Давай их обратно запишивай. Старай спокойно. Не дергайся никто. Отошла. Отошлась. Я ненавижу тебя еще больше, чем этих тварей. Откройте. Ага. Костя, давай быстрее. Жду тебя на улице. Тут связи нет. Выпустите детей. Пожалуйста, умоляю, я не скажу ничего о вас. Я буду молчать. Сволочи, выпустите детей. Костя. 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 Кто-нибудь, помогите. Кто-нибудь, откройте дверь. Спасите. Попадите. Кто-нибудь, помогите. Попадите. Давай. Кто-нибудь. Спасите. Леша. Леша, это ты. Замок. Я вернусь! Оксана! Оксана! Пожалуйста! Оксана, посмотри на меня! Андрей, достань полотенце и сумки! Оксана, давай! Детка, ищи, пожалуйста! Леша! Леша! Вернись! Я иду! Леша! Леша, быстрее! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Так, их дом должен быть где-то здесь. По-моему, там что-то горит. Это они садятся в машину! НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Стой! Куда?! Стой! Отпустись, сука! Они все равно! Стой! Оксана, приди в себя, пожалуйста! Пожалуйста! Детка, приди в себя! Света, дети! Вадим! 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 Оксана потеряла сознание! Аккуратно! Вадим! 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 Все хорошо! Все! Все! Дыши! Оксана! 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 Молодец! Ты как? Ты как? Как ты себя чувствуешь? Голова не кружится у тебя? Леша! Вадим! Кажется, Олег Сейдан остался! Даже не думай об этом! Черт бы его побрал! Куда? Вадим! Слушай, я давно хотела тебя спросить. Ты меня презираешь? Неожиданно. А к чему такой вопрос? Ну, я родила ребенка от женатого мужчины, которому на нас было плевать. Такое бывает. Все мы ошибаемся. Ошибаемся? Моя ошибка сейчас сидит со своими подельниками в тюрьме за похищение малолетних детей и бывшей жены. Светлана сказала, что Леша пытался их спасти. Как видишь, что-то хорошее в нем все-таки осталось. Ты всегда ищешь что-то хорошее в чем-то плохом? Спать хочешь? Смотри! Смотри, как красиво! Ты точно волшебник? Едва ли. Скажи честно, почему ты нам помогаешь? Мне хорошо с Илюшей. И с тобой. Я всегда так боюсь, что ты вдруг не позвонишь и не приедешь. Я уже один раз разочаровывалась. Быть может, я другой? Ты ее еще любишь? Ты ее еще любишь? И верю, что тоже заслуживаю счастья. Мам, Свет, когда мы поедем делать мне новую прическу? Мы записаны на завтра. А зачем тебе новая прическа, солнышко? Ты и так очень красивая. А так могу быть еще красивее. Ты же хочешь, чтобы я была самой красивой девочкой? Конечно. Сестричка, ты и так ничего. Вот. А по пути заедем за мороженое? Лучше заехать в кино и купить попкорн. О, ну, значит, будет и мороженое, и кино, и попкорна. Так, так. А не слишком ли много просьб для мамы и Светы? Ее сейчас нужно беречь. Мы ее бережем. И очень любим. И сестричку тоже будем любить. Нет братика. Мне одной сестрички хватает. Так, как мы решаем все споры? Обнимашками? Да! Теперь вы. Давайте. Я хочу сестричку. А я братика. Сестричку. Братика. Сестричку. Братика. Арчи. Сестричку. А я братика. А я хочу сестричку. А я хочу сестричку. А я хочу сестричку. И братика. И сестричку. Договорились? Хорошо. Помогуя. Развилиこ. Тойка. Редактор субтитров. На аудитор.